ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА 2 мм толщиной. Разрезаем пополам и складываем вместе, прокатывая скалкой. Щеточкой наносим текстуру с обеих сторон. Отрезаем лишнее и задаем форму сережки. Редактор субтитров А.Семкин Делаем вторую сережку по тому же принципу. При помощи моделирующего инструмента с силиконовым наконечником закругляем края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Делаем формочками грушевидное отверстие в заготовках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Моделирующим инструментом и дотсом разглаживаем неровности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Раскатываем красную полимерную глину в пласт 2 мм толщиной и моделирующим инструментом делаем бороздки, после чего щеткой наносим текстуру с обеих сторон пласта. Лезвием вырезаем необходимые нам элементы. Ну и соединяем все воедино, лишнее обрезаем. Получается что-то вроде крючочка, только еще и с воротничком. Остался декор. Для этого дотсом делаем несколько отверстий в заготовках, как хочется, и заполняем их шариками из красной полимерной глины. Продолжение следует... Между красными шариками При помощи иголочки продавливаем полоски. Черная полимерная глина с блестками очень ярко переливается, мне прям понравилось использовать ее в работах. Отправляем на обжиг серьги в подвешенном состоянии в прямом смысле у меня на спице. После того, как все остыло, я присоединила фурнитуру и готова. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было со мной интересно. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока! 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 Субтитры создавал DimaTorzok